Алоха! Привет, мои хорошие! С вами Селена Суэй, и сегодня у нас только лето, жара! Мы сегодня будем готовить, а что будем готовить? Фикс-прайс еду. Ну, не то чтобы прям фикс-прайс еду, эта еда продается не только в фикс-прайсе, но раз она продается в фикс-прайсе, значит, можем мы ее назвать фикс-прайс еда. И сегодня у нас будет мороженое! Я случайно, вы знаете, может быть оно и было раньше, я бы, может быть, если бы заметила раньше, и у меня то, что сейчас в голове было бы раньше, то мороженое бы я приготовила для вас раньше. Но зайдя в фикс-прайс, я нашла вот такое мороженое. Вообще достаточно удов, это достаточно известная фирма, да? Ну вот она оказалась в фикс-прайсе, и я думаю, опа, фикс-прайс мороженое, по-моему, это будет очень интересно. Мороженое домашнее, ванильное. Это готовая смесь. Сюда нужно добавить только свежее молоко. Помню, что когда-то давно я готовила такое мороженое, но, честно говоря, уже не помню, насколько оно было вкусное. И вообще, ко мне часто-часто приходят в гости, потому что у меня во дворе бассейн, свой мини-бассейн, в общем, с детишками, и девчонки просто загорать приходят. И мне всегда очень нравится их чем-нибудь угощать. Значит, для всего этого нам понадобится мороженка вот это, молоко, кост-стакан для того, чтобы отмерить 200 грамм, а вот такой вот агрегат для того, чтобы все это взмешивать, взбивать. Я, кстати, раньше думала, что у меня вот этой штуки нет, представляете, я ее куда-то убрала и думаю, да, зачем она мне нужна? А потом думаю, блин, вот, без вот этой штуки никак, вот как без нее? А потом мне мама говорит, у нас одинаковый просто. И она говорит, так там же есть венчик. Я говорю, да ладно, начала искать, правда, есть венчик. Еще я ни разу не пользовалась, поэтому это будет мой дебют. Итак, начинаем. В высокую посуду для взбивания влейте 200 миллиграмм охлажденного молока и добавьте смесь, то есть это важно, сначала молоко, потом смесь. Наливаем. В стакане, я думаю, что всегда 200 миллиграмм, бывают стаканы по 250, но мне кажется, это 200, поэтому как-то я, по-моему, даже сок сюда наливала, да, полный стакан был, 200. Наливаю молоко. Открываю смесь ножницами из фикс-прайса, кстати, классные. Классные и многофункциональные. Я это говорила уже в покупках, а фикс-прайс. Пахнет ванилью. Смесь чисто белая. Насыпаем. Все высыпали, теперь взмешиваем. Та-да-да-да-дам! Ответственный момент. Страшно? В общем, взмешивать я буду 3-5 минут, чтобы оно увеличивалось примерно в 2,5 раза. В общем, оно должно быть почти полное. В общем, вот так вот, медленно вытаскивая и потом выключая, и практически ничего не остается на венчике. Вот такая у нас смесь получилась. Она вообще не течет, практически не течет. Сейчас мы будем ее разливать в формочки. Такие вот, они также из фикс-прайс. В общем, набираем вот так ложечкой. Видите, оно практически даже вон висит штука. И заливаем. Так бы поплотнее бы. Не знаю, залилось оно туда полностью или нет. Сделаем такие формочки. Очень воздушные. Мне кажется, вкусно должно получиться. Сейчас оно все подстекает туда вниз. Алоха. Что такое алоха, я даже не знаю. Типа привет на каком-то языке, наверное. Ну, я так думаю. Так, в общем, все это я размазываю. Вот так. Сейчас я лишнее все уберу. Чтобы у нас были красивые. Ну, в общем, вот так. Не супер все, конечно, тут прям идеально. Но потом посмотрим, да. И вот такие вот штучки тоже продаются в фикс-прайсе. Я их засовываю. Не прям до конца. Чуть-чуть. Сначала до конца, потом немножко возвращаю. А вот это уже на уровне. Вот так вот. Сделаю. Естественно, можно мешать туда какие-то начинки. Я уверена. И делать их разными вкусами. Так, отправляю это в морозилку. Вот так вот. Маленькую здесь и добавила. Это будет очень удобно. Она здесь полная. Я не знаю, закрою крышечку или нет. Но мне всегда, знаете, у меня все через жопку получается иногда. И мне даже это нравится. Я всегда эти вещи оставляю. То есть я не боюсь, чтобы было смешно. И я считаю, что эти видео даже смешны. Вот если сейчас я накрою крышку, интересно, у меня полезет мороженое через верх. Потому что... Ну, блин, а как эти моменты можно от вас скрывать? Если сейчас будет так все смешно, полезет через верх. Да, немножко. Так. Это я, мама! Мне должно быть все под завязку, да? Я не думала, что так будет. Обратно. Ой. Ну все, под завязку, в общем-то. Лишнее стекло. Сейчас вытру все и в морозилочку. Не, можно было бы, конечно, все сделать примерно, но... У меня все не так. У меня все под завязку сложно. Все, отправляю это в морозилочку. Переложите в форму с тонкими стенками и поместите в морозильную камеру на 4-5 часов. То есть завтра уже все будет нормально. Ну или сегодня ночью. Я не знаю, буду ли я в таком наряде. Алоха! Вся такая для вас... Как это называется? Летняя мороженестка. Мороженица. В общем, не знаю, буду ли я такая. А может быть одену все это, может не одену, может уже вытащу из морозилки, быстро покажу вам. В общем, посмотрим. Но я с вами пока прощаюсь на 4-5 часов, может чуть побольше. И потом покажу итог. Что же получилось? И попробуем на вкус. И попробуем с кофе. Ой, возможно, даже завтра я с вами не встречусь, чтобы прям с кофе вам и снять. Оставайтесь не уходить, я скоро вернусь. Как готовила это мороженое, а оно сладкое и не холодное, так захотелось холодненького, налилась и стакан молока. Но пока у нас тема фикс-прайса, эти трубочки просто, молочный коктейль. И я прям кайфую сейчас. Ой. Так что рекомендую, кто не пробовал трубочки фикс-прайса, такие вот. Приобретите, попробуйте. Неверная, неверная, ты зачем даром над меня? Доброе утро, мои хорошие. Я уже тут немножко приподкрасилась. Ну, не полностью, не переживайте. Эксперименты люблю. Синие цвета, зеленые, фиолетовые, неважно какие, лишь бы были яркие краски в жизни. И вот, сейчас готово наше мороженое. Вот я его вытащила из холодильника. Но чтобы мы его хорошо, аккуратно вытащили, нам нужно окунуть его в горячую воду. Я вот в такую глубокую мисочку наливаю в горячую воду и окунаю там мороженое. Ну, ненадолго, чтобы оно не растаяло, быстренько. И потом вытаскиваю. Вот. Ну, вы поняли, там просто нужно было утрамбовать все. Кстати, они все такие получились? Или все-таки? О! Теперь я сделаю кофе и добавлю туда кусочек мороженого. Оценю и расскажу вам. Я его просто окунаю вот так вот. Могу помочь ложечкой. Можно так растворить. Я уже в предвкушении. Я прям только встала, но чуть-чуть полазила в телефоне с малым. Еще я сюда добавляю молочка, потому что я не люблю горечь в кофе. Я люблю мягкость. Поэтому я не только беру кофе мягкий, но еще и добавляю туда много-много молока. То есть практически половина кружки молока у меня. Что ты вздыхаешь, мой зайчик? Теперь я все это мешаю. Не хватает еще немного сахара. Но бывает, когда много мороженого кладешь и сладкого, то... То можно сахар не добавлять. А я добавлю еще чуть-чуть сахара. Моя Кристинка пьет вообще кофе без молока и без сахара. Я не представляю. Для меня это очень жестко. Ой, превосходно. Заюка, ну ты что? Также наше мороженое еще было вот в таком контейнере. Оно тоже хорошо застыло. Все открывается. И здесь уже можно специальную ложечку или обычную чайную ложечку в кипяточек ее. Для того, чтобы можно было легко отчеркнуть нужную нам порцию. Либо ковырять, долбить. В кипяточек ложечку. Не мороженое. Все, мои хорошие. Мороженое очень вкусное. Я довольна. Рада была с вами его сделать. Берите, пробуйте, добавляйте начинки. И приятного вам аппетита. И доброго и бодрого вам утра. С вами была я, Селена Свей. Если понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А я с вами прощаюсь. До следующего видео. Пока-пока. Пока-пока.